Доброго дня! Пожалуйста, давайте проверим связь. Прошу тех, кто уже вышел в эфир и видит трансляцию, сообщить как слышно. А я пока сделаю несколько репостов на страничке Руху вызывания. Добрый день еще раз. Как слышно? Пожалуйста, сообщите. Слышно хорошо, да? Доброе. Тогда приступим. Сегодня хотелось бы поговорить про то, как дальше могут развиваться события для нашей национальной безопасности, и обороны после ликвидации Захарченко. И как это может быть связано с президентскими выборами, которые у нас уже, в общем-то, критически захватили мысли всего населения. Еще раз, пожалуйста, напишите, как слышно, чтобы я был уверен, что у нас все в порядке. Слышно нормально, да? Доброе. Тогда поехали. Что за сегодняшний день нам уже стало известно по этой ликвидации? Давайте посмотрим новостную ленту. Значит, первое у нас очередное заявление сделал в информационной ленте Лавров. Он заявил, что после убийства Захарченко про нормальскую зустричь не может и тыся. Дальше сделал заявление Путин, который сказал стандартную фразу, что народ Донбасса не поставит на колени. Ну и его пресс-секретарь Песков выразил, что провокация это ведет для предвышенной напруженности на Донбассе. Сделали уже ряд версий шестерки российских оккупантов из так называемой ДНР. Заявили о том, что якобы это те же самые люди, что ликвидировали Моторолу, убили Захарченко. Выяснилось, что закладка была в кафе, которая принадлежала его охраннику. То есть опять работали свои. И есть информация, что ряд так называемых должных лиц, так называемой фейковой республики уже сбежала оттуда. Ну, народ радуется. Но давайте, скажем так, естественную нашу радость. Естественную нашу радость от того, что погиб, вернее был ликвидирован человек, на руках которого кровь наших войсковых. Ну, посмотрим, как это для Украины будет дальше развиваться. Было масса версий о том, что это может быть, начиная от версии, что это может быть разборки криминальные, что это ликвидировали. Официальная версия, что ликвидировали украинские спецслужбы. Ну, и об этом же Россия заявила. Ну, и вплоть до того, что это вообще было покушение не на Захарченко, а на кого-то другого. В общем-то, если бы это была одна ликвидация, мы бы могли с вами гадать. Давайте теперь посмотрим, что происходило все это время. То есть, были ликвидированы все те бандиты, которые являлись медийными лицами и символизировали, в принципе, и ДНР, так званую, и ЛНР, так званую. И для украинцев, самое главное, эти люди были символами жестокости, были символами, скажем так, подлости, предательства. И если вы помните, именно поэтому, когда в 2015 году попытались внести изменения в нашу Конституцию, чтобы закрепить особый статус Донбасса по Минским соглашениям, под соусом децентрализации, была взорвана граната под парламентом у нас, хотя приняли это все в первом чтении. Но основным раздражителем была мысль, что кто-то может сейчас говорить о том, чтобы дать амнистию убийцам наших войсков, убийцам волонтеров, убийцам тех людей, которые выходили отстаивать украинский флаг на Донбассе. Давайте посмотрим, какой в контексте чего эти ликвидации могут проводиться. У России есть планы в отношении Украины. Эти планы разные. В общем и целом, подход к Украине можно выразить, взяв цитаты, интервью российского олигарха Дерипаски, который дал его в 2006 году. Я рекомендую ознакомиться очень поучительно. Он показывает, как именно вот эта вот семья, коллективный Путин, из олигархов, из людей, которые окружают Путина, относятся к власти, относятся к Украине. Цитата. Почему-то это 2006 год. Почему-то ошибочно считают, что Россия хотела навязать Украине Виктора Януковича. Это еще когда он был премьером, когда он не состоялся как президент до второго пришествия. Мы, конечно, финансируем его, но совсем не с целью навязывания Украине. Мы ищем в республике адекватных менеджеров, и Янукович лишь один из возможных кандидатов. Мы увидели, что в смежной с нами территории совершенно отсутствуют как люди эффективной бизнес-элиты, так и талантливые управленцы госаппарата. Там всех нужно учить. Это он говорит про Украину прежде всего. И мы приняли решение, не бросать же этот кусок суши. После этого мы начали экспорт в Украину, общечеловеческие ценности, свободы слова, плюрализма, ну и так далее. И так будет до тех пор, пока наши интересы не достигнут ступени эффективного управления государством Украина, а интересы там наши очень велики. Значит, и так будет везде, где мы будем видеть неконструктивное отношение к нашим интересам. Год-два экспорта нашей ценности и власть в Украине будет приведена в адекватное состояние. После этого останется только подобрать управленцев. То есть целью Путина является эффективное управление Украиной. И целью Путина является, я так понимаю, в идеале, если это не будет вести к серьезным санкциям, серьезным потерям, это сделать так, чтобы Украина была частью России. Потому что, как мы знаем, очень многие и западные государственные деятели, и российские заявляют, что без Украины Россия не империя. Как она этого добивается? Ну, мы знаем, что растет уровень инвестиций в Украину российские, и сейчас они составляют большинство. Ну, то есть большую часть инвестиций, на первом месте по инвестициям в Украину, находится сейчас Россия. Это про то, какая у нас там идет война, которую ведет украинский народ, но абсолютно не ведет ни олигархи украинские, ни президент. Вот. В 2014 году были заключены минские соглашения. Значит, сейчас я открою это все. Значит, что по минским соглашениям мы договаривались? Они были заключены 5 сентября 2014 года, сразу после Иловайска. Вот у нас была годовщина Иловайска, сразу после нее был Минск. Подписывал соглашение посол-председатель ОБСЕ Гайди Телевини, второй президент Украины Кучма, посол РФ Зурабов и Захарченко Сплотнинский. По условиям Минска Россия, по сути, потребовала принятия от Украины, ну, кроме того, что там перечислено, двух законопроектов. Я народный депутат Украины, поэтому отслеживать эти законопроекты, ну, как бы начал в первую очередь. Первое. Провести децентрализацию власти путем принятия закона Украины про временный порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Этот закон был принят при выключенном табло, этот закон был принят при отсутствии прессы, и, собственно, каждый год сейчас он продляется, и будет ставиться вопрос о его продлении и в этом сентябре. Второе. Принят закон о недопущении наказания и преследовании лиц в связи с событиями, имевшим место в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Это фактически амнистия для убийц наших войсковых. Этот закон был принят, но его не подписал ни спикер парламента, ни президент. Однако, этот закон может быть подписан в любой момент, и с момента подписания, когда он законную силу уже входит, задним числом к этому времени амнистируются все те, кто стрелял, убивал. Хотя, говорится абсолютно обратно, говорится о том, что мы не будем убийц амнистировать. Вопрос, а кто определит, что этот человек убийца? У нас это будет определять главный военный прокурор Матиос. Я думаю, вы с ним все знакомы, и что он нам определяет, я думаю, вы понимаете. Значит, что дальше? Дальше. Дальше. Это заседание закончилось киданием гранаты. Что он дает? Народную милицию, то есть российские наемники из первого и второго корпуса, так называемого ДНС, становятся народной милицией. Свои суды и прокуратуру, то есть идет, по сути, предоставление местному самоуправлению, которое сейчас под контролем полностью российских наемников, статуса украинского местного самоуправления. Им дается возможность создавать свои суды и прокуратуру. Значит, и финансироваться с защищенного бюджета. Значит, дальше. Полномочия людей, которые и будут избраны на этих выборах, не могут быть досрочно прекращены. То есть, речь идет о том, что эти люди фактически будут полностью защищены даже от попытки досрочно прекратить их полномочия. Значит, по амнистии, в общем-то, спрощают все, фактически, от пыток до измены. Сейчас, одну секунду, уважаемые. Друзья, я поставлю чуть-чуть свет, лучше. Вот. И все это, есть целый комплекс законодательства, который по разным причинам должен был принят. И в том числе мы понимаем, что попытка населения Донецкой, Луганской, так называемой Народной Республики, сейчас интегрировать вместе со всей их народной милицией, прокуратурой, судами в Украину, приведет к тому, что у нас резко наша национальная безопасность, которая и так под угрозой, станет еще более под угрозой. Потому что, фактически, эти люди будут амнистированы, никто к ним не может предъявить претензии. Это приведет к гражданским столкновениям, волне рейдерских захватов. Ну и понятно, что голосовать люди будут совершенно по-другому. Потому что полтора миллиона, фактически, людей, даже больше, там еще те, кто выехали в Россию, я думаю, для этого вернутся, будут голосовать на выборы президента, на выборы парламента. И вы можете себе представить этого президента и парламента, которое будет еще хуже. И самое главное, что психологически этому мешает, это злость народа Украины, ярость, которая потеряла очень много своих сыновей, дочерей на Донбассе. Самое главное, что дратует, раздражает, это именно амнистия. И сейчас, когда Моторолы, Гиви, Захарченки на том свете, в хоре имени Александрова, я так понимаю, а Плотницкий фактически сбежал, значит, то, ну, он полгода назад сбежал с Луганской области, то остаются только люди, неизвестные украинскому обществу. Вот знаете ли вы трапезников? Я слышал второй раз в жизни, скажу так, третий, можно сказать. А люди, которые не имеют отношения к Комитету нацбеспеки, я думаю, не слышали вообще. И всех остальных можно сказать, что это люди, которые стояли на блокпостах, никого не убивали и прочее, прочее. Так вот, сейчас единственный план, который официально зарегистрирован и является официальным для Путина по отношению к Украине, это Минские соглашения, которые дают так называемый мир, который так хочет украинский народ. Если вы знаете соцопросы, результаты, то требования мира на первом месте, второе, борьбы с коррупцией, третье, это требования восстановления промышленности, рост благосостояния. Дать мир любым путем требует, сейчас на всех каналах и 112, и Ньюзване, и прочее, прочее. И на телеканалах Интер под миром понимается вот такая вот капитуляция. Возвращение оккупированной территории с прозомбированным населением, с пожуженными боевиками, с их судьями, депутатами, в состав фактически под контроль Украины, без чисток, без наказаний, без расследований. И после этого финансирование и отстройка того, что там было разрушено, за счет Украины, не за счет России. И зачистка вот этих медийных лиц, это вот по одной из версий, которую мы обязаны, если мы серьезно относимся к нацбеспеке, рассматривать, это путь к этому, путь к подобному сценарию. Теперь вопрос. А кому в руки из своих ставленников будет предоставлен этот мирный план? Ведь дело в том, что, как мы сами знаем и слышали только что из интервью Дерипаски, что ставят не на одну фигуру, ставят на несколько фигур, ставят на так называемых смотрящих. Дают им возможность конкурировать между собой. Возможно, они даже не знают друг о друге. Но в любом случае, у российского агрессора в Украине очень много и прямых агентов. И на выборах президента они будут ставить на нескольких людей. В разной степени, которая от них зависит. И когда я смотрю на этот весь сценарий, то несмотря на мое отношение к Порошенко, о котором, я думаю, все знают, мне приходит мысль, что это не обязательно план, согласованный с ним. Потому что сейчас, как мы видим, и парады, и заявления про Томас, и ультрапатриотические заявления, они говорят о том, что Порошенко на выборах будет разыгрывать ультрапатриотическую карту. Поэтому я не исключаю, что тем кандидатам, которым в руки дадут этот мирный план, и через все средства массовой информации начнут зомбировать население, чтобы искусить его, закончить войну, дав амнистию, приняв все минские условия. Смотрите, больше же нету тех людей, которые убивали, которые ассоциировались во всех наших, скажем так, телевизионных передачах с ужасами. И ДНР, и ЛНР. Нету Моторола, нету Гиви, нету Захарченко, нету Плотницкого. А кто остается? Ну, люди типа Корнета, которые в Луганской области, которые мы знаем, у него дочка учится на украинского прокурора в Харькове и прочее, прочее. Так вот, я думаю, что этот мирный план Путиным может быть дан в руки любому своему кандидату здесь. И кто эти люди, нам, я думаю, предстоит выяснить вместе, потому что лакмусовой бумажкой будет заявление о том, как кандидат в президенты собирается добиваться мира, какое его отношение к России, какое его отношение к торговле с Россией, к олигархии и прочее, прочее. Этот тест, я думаю, что мы должны, как адекватные люди, применить ко всем кандидатам. Что делать дальше? Ну, мы сейчас с хлопцами, с которыми вместе воевали, с которыми были на блокаде, с Теллина Грушевского, продолжаем развивать силы обороны Украины. Это объединение людей, которое готово в случае, если пойдет серьезная эскалация и нашествие Путина, подставить плечо армии. Это фактически аналог такой, кайтеселит в Эстонии. И это то объединение людей, обученных, подготовленных, которое в случае, если будет продолжаться узурпация власти, массовое нарушение прав людей внутри Украины, противостоять внутреннему врагу. У нас до момента, на последний месяц, на август, Сила обороны Украины, подготовив уже ряд людей, взяла как бы перерыв. И со следующей недели, с конца следующей недели, обучение возобновляем. Мы подготовили достаточное количество инструкторов, очень серьезно. И в том числе люди, которые обучали спецподразделения. И те, кто, если пойдет серьезная агрессия, более серьезная, чем сейчас, если будут более, скажем так, серьезные нарушения прав человека, чем пока себе допускала действующая власть, готовы не смотреть на все это из Польши или из-под дивана, а присоединиться, встать в наши ряды. Пожалуйста, заходите на страницу в фейсбуке Силы обороны Украины и давайте с нами связывайтесь, давайте становиться рядом поруч. В любом случае, любую катаклизм, для того, чтобы защитить себя, свои семьи и защитить Украину, нам лучше нужно встречать вместе. И вы знаете историю добровольческих батальонов, которые создавались с колес, а я создавал один из первых добровольческих батальонов в Украине, в Донбасс, она показывает, что лучше готовиться сразу. И сейчас об этом знают и Эстония, у которой развивается КТ-Силит, и Финляндия, у которой развивается Щуцкор. И, кстати, многие вот эти страны, они выстояли в то время, когда, сто лет назад, когда Украина, у которой армия была гораздо больше, не выстояла и перед внутренними расстрелями, и перед большевистской навалой. И второе, нам нужно объединить горизонтальными связями между собой и отдельных людей, и людей в организациях, адекватных, способных к анализу, которым мозги не промоешь зомбоящиком, чтобы мы смогли выразить спильную позицию на президентских выборах и смогли взять за шкирку, за руку любого чиновника, который будет нарушать закон на этих выборах. Я имею в виду попытки избиения людей, узурпации, фальсификации и прочее. Вы, наверное, спросите, кто будет кандидатом. Я сам для себя еще не определился, потому что у меня есть критерии, которым должен соответствовать кандидат. Это человек, который должен был не скуриться. Прошу прощения, проблема со связью. Это человек, который должен был не скуриться за это время. Это человек, который должен иметь управленческий опыт, команду и ответить на вопросы, которые важны для меня, вот, например, лично, если я говорю про себя. Его отношение к России, его отношение, как он собирается достигать мира, какие его планы по отношению к Донбассу, какие его планы по отношению к нашей, в кавычках, родной, украинской коррупции. Еще не все кандидаты в президенты выдвинулись. Пока выдвинулись только Порошенко, выдвинулся Гриценко, Лешко, Тимошенко, Пробойко, слышно Рабиновича. Ну, пока еще масса людей, которые планируют принять участие в выборах, это решение не приняло. И самое главное, что, я думаю, что все адекватные люди, которые имеют силу воли, должны понять, что как бы не было тяжело, как бы не было грустно, как бы люди не были разочарованы и устали, у нас есть для адекватных людей, которые любят Украину, только путь борьбы. Путь эмиграции, либо путь сложить лапки и сидеть на месте, он не подходит. Я объясню, почему очень коротко. Потому что сто лет назад история нам показала, что люди, отсидевшиеся во время гражданской войны, во время войны Украинской Народной Республики за независимость, в итоге стали жертвами Голодомора. Были наказаны, по сути, историей, и они, их невиновные, абсолютно ни в чем дети. Я не говорю, что у нас может быть повторный Голодомор, но я думаю, что наказание за такую байдужесть, хотя бы там в виде потери своей земли, родины, оно обязательно будет. Поэтому я думаю, что осень, зима будут достаточно тяжелыми, суровыми, но эту тяжесть лучше перекладывать на общие плечи, то есть становиться рядом и брать этот груз на сообща. В любом случае будем информировать о дальнейших событиях, о наших акциях. Те, кто в силах обороны Украины, пожалуйста, заходим на Facebook силы обороны, и мы вас ждем. У нас со следующей субботы, воскресенья, в следующей неделе возобновляются уже сборы в силах обороны Украины. Подготовили мы несколько баз в разных регионах, но об этом уже приличном общении. Ну, а по смерти Захарченко будем смотреть, как будут развиваться события, какой план будет внедрять Путин. В любом случае, я вижу своим долгом этим планам препятствовать, и наша задача сейчас спасти Украину, сделать максимально все возможное, чтобы здесь была нормальная, счастливая жизнь, люди не искали за рубежом лучшей доли, могли растить своих детей, здесь быть счастливыми, и чувствовать себя в свободной стране. Самое главное, потому что даже сытная жизнь в рабском существовании, она для, мне кажется, настоящих украинцев неприемлема. Всех поздравляю с днем, первым школьным днем. Я с меня отвел тоже троих сыновей сегодня в 4-й, в 3-й и во 2-й классы. Всех, у кого есть дети, кто отвел с меня в школу, я тоже поздравляю. Рад был всех видеть. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok